Врачи областной инфекционной больницы буквально вернулись с того света, рассказывает Ольга Савина. Насморк и небольшая температура сначала не насторожили. Затем состояние женщины резко ухудшилось. Госпитализировали Ольгу практически со стопроцентным поражением легких. Весь персонал замечательный. Врачи очень грамотные, очень внимательные. Прям вот низкий поклон до земли. За одну смену в областную детскую инфекционную больницу поступают порядка 10 новых пациентов. Здесь лечатся и взрослые, и дети. Обсудить планы развития учреждения приехал губернатор Дмитрий Азаров. В 2012 году в здании провели ремонт и подготовили боксы для пациентов с опасными инфекциями, что сейчас помогает в лечении пациентов с ковидом. Не контактируют ни с персоналом, ни с чем. Передача пищи идет через специальные входы. И, соответственно, больные не выходят в коридоре, нет пересечений. Здесь трудятся лучшие специалисты. Эти врачи-педиатры могут все. В период пандемии им пришлось стать и пульмонологами, и психологами. Летальность в областной больнице – самая низкая среди инфекционных отделений Приворского федерального округа. Чтобы врачи могли оказывать помощь еще большему числу пациентов, губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу региональному Минстрою начать строительство нового корпуса инфекционной больницы. У нас задача стоит в первом квартале следующего года здесь. Начнем. Завершить все. Завершить следующего года. В первом квартале следующего года завершить? Да, вот давайте. У нас финансирование на сегодня 22-й год. 22-й, 23-й. Федерально. Мы надеемся, что сейчас сдвижка будет. 21-й, 22-й. Нам не надо 22-й ждать декабря. Я хотел, чтобы мы в 22-м году, в худшем случае в середине года, сдали. Я тебя лично закрепляю за этим объектом. Планируется, что новый корпус инфекционной больницы будет рассчитан на 100 мест. Лариса Шлафаст, События.